Покемон Го Покемон Го Покемон Го Покемон Го Покемон Го мы уже не можем. Мы сейчас просто знаем, что покемон находится в радиусе 100 метров вокруг нас. В общем, там и все. Также, ребяточки, что нам нужно знать, чтобы ловить как можно больше покемонов? Что самое главное? Самое главное, чтобы телефон наш долго жил. А для этого мы заходим в настроечки телефончика, включаем галочку энергосберегающий режим. В таком режиме наш телефон будет гасить экран, когда мы опускаем его вниз. Когда верхняя часть телефона будет смотреть вниз в пол, экран нашего телефона будет гаснуть. И, соответственно, но при этом игра будет оставаться работоспособной. Она будет работать и будет фиксировать вокруг себя появляющихся покемонов. Это, кстати, очень классная фишка. Просто такой лайфхак для людей, которые сидят в офисе или там дома, или кто-то заболел в больнице, или еще не важно где. И не могут просто бегать по всему району и собирать этих покемонов. Просто берете телефон, подключаете его к компьютеру, переворачиваете, его. Экран тухнет, телефон на зарядке. И целый день можете так просидеть в офисе, потратив целых 8-9-10 часов. И будут появляться возле вас периодически покемоны. Вы их будете ловить. В общем-то, эта штука работает. А если у вас еще есть приманка для покемонов, то вообще просто переживать даже нечего. Вы их наловите, просто сидя в одном месте. Также стоит помнить, ребятки, что покемоны появляются на одном и том же месте. Одни и те же покемоны очень часто появляются на одном и том же месте. Существуют даже карты района. Вы можете взять карту своего города, там загуглить. Может быть, кто-то ее уже создал. И по этой карте, в принципе, ловить покемонов. То есть, проверял я на своем опыте. Это не раз. Шел я вместе с другом. Мы шли по одной улице, и нам попадались одни и те же покемоны. Я поймал Пиджи, он поймал Пиджи. Там я поймал Ратата, он поймал Ратата и так далее. В общем-то, все один к одному. И более того, как бы, идешь в другой день по этому же маршруту и попадаются, в принципе, те же покемоны. Так что, такая закономерность есть, и она очень сильна. Ну, наверное, вы уже все знаете, что такое CP. Это у нас Combat Power. И клацнуть на монстрика, и как визуально увидеть, да, что такое Combat Power? Это когда мы клацаем на любого нашего монстрика, там над ним есть такая вот дуга. Дуга с полосочки. И на дуге у нас находится шарик. То есть, и этот шарик показывает, насколько силен, насколько силен конкретно этот вид покемона, которого мы поймали. Вот если у нас, допустим, там зубот, и у него точка находится здесь, и она далеко еще до края, значит, это слабый зубот, его можно смело будет перерабатывать. То есть, мы будем ловить одинаковых зуботов, и у них будет разный Combat Power. То есть, и максимальный Combat Power мы можем прикинуть, если мы знаем, сколько у нас Combat Power у этого покемончика, и сколько ему примерно не хватает до конца этой шкалы, в общем-то, это будет максимально сильный покемон этого вида, который нам на данный момент доступен. Сила покемонов, конечно же, которых мы ловим, зависит от нашего уровня. Если мы сейчас на пятом уровне, и максимально сильный зубот у нас, допустим, будет 100, то когда мы качнемся на шестой уровень, нам будут попадаться зуботы уже с другой вот этой шкалой CP. И у них будет другая максимальная сила. А теперь, ребятки, давайте поговорим о моментах, которые нужно знать, чтобы как можно быстрее прокачать нашего персонажа. Ведь от прокачки нашего персонажа, от его уровня зависит сила покемонов, которые будут нам попадаться. Итак, какие же действия дают нам опыт? Ну, самое первое, что приходит на ум, это захват покемонов, да? За ловлю покемона нам даются очки. За ловлю нового покемона нам дается еще плюс 50, если мы открыли какой-то новый вид для себя. Следующее, за что даются нам очки, это высиживание яиц. И, конечно же, когда мы поймали какое-то яйцо покемона, которого у нас нет, нам за это тоже дастся дополнительный бонус, так же, как и за поимку нового вида покемонов. И наибольшее, в принципе, количество очков, которые мы можем получить, это эволюция. Эволюционируя наших покемонов, мы зарабатываем довольно-таки много очков опыта. И с этим, кстати, и с этой фишкой связан еще один такой небольшой лайфхак. Нам нужно насобирать довольно много покемонов, разных мусорных, не мусорных, ну, конечно, желательно более толковых. Насобирать их большое количество. Включаем повышенный опыт и начинаем прокачивать наших покемонов. Даже нужных и ненужных. И с бонусным опытом мы можем очень быстро прокачать себе уровень. Следующий способ по прокачке нашего персонажа, это, конечно же, участие в битвах в жиме. Есть два способа участия в битвах в жимах. Это может быть дружественный жим, там можно будет прокачиваться, скажем так, не отбивая его, будучи членом команды, которая его захватила. Или же можно пытаться отбивать вражеские джимы. Для этого нам придется понизить уровень джима, а для этого нужно будет победить всех покемонов, которые там стоят, несколько раз. Кстати, если вы не знали, то для сражения в джиме мы можем использовать 6 покемонов. То есть за 6 покемонов мы должны победить. Если у нас не получилось это, то все сначала. После первой победы над покемонами, которые стояли в жиме, мы его не сможем захватить. То есть просто понизится его уровень. И скорее всего нам понадобится еще второй раз, или даже третий раз, чтобы захватить этот наш дружественный джим и поставить туда уже своих покемонов. Мой же первый бой в жиме прошел просто отвратительно. Его как-то заглючило, я не видел вообще оппонента. Видел только половинку себя. В общем-то, ну и конечно же я проиграл. Кстати, за контроль над джимом даются золотые монеты. Если мы проконтролировали уже там один день, по-моему, то нам будут даваться золотые монеты. Ну и еще, конечно, самый доступный для нас способ по прокачке, это посещение покестопов. Просто ходим по карте, клацаем на все покестопы. А покестопы, кстати, ребятки, обновляются каждых 5 минут. То есть каждых 5 минут вы можете заходить на один и тот же покестоп, будете собирать там яйца, будете собирать покетболы и всякую остальную ерунду, плюшки, там, ревайвы, лечилки, приманилки и все остальное. Каждых 5 минут, в принципе, можете это делать. Также хочу отметить, что примерно так. После 5, даже после 6 уровня вам начнет попадаться малинка. Малинка это такое средство задобрения покемонов. Поскольку простых покемонов мы можем ловить простыми мечами, но они тоже иногда у нас выскакивают, да. А если это покемон уже там более редкий, то у меня была ситуация, когда я ловил его по 3 раза, он у меня выскакивал по 3 раза и даже исчезал. То есть редкие покемоны, то есть в отличие от обычных, могут исчезать довольно-таки часто. То есть мы его поймали раз он выскочил, два он выскочил, а на третий раз он просто пшик и испарился. Кстати, я так потерял своего первого редкого монстра, по-моему. Может он был и не первый, короче, такой жук, олень, рогач. Но его потом все-таки нашел и поймал. Но поймал, используя малинку, ребятки. То есть заходим в рюкзак, кидаем малинку и потом кидаем мячики, и тогда у нас вероятность того, что покемон не выскочит, намного выше. Еще, ребятки, много чего можно вам рассказать про эту игру, но, пожалуй, это будет уже в нашей следующей части. Всем спасибо за просмотр, ловите покемонов и до новых встреч.